Иллюзионист довольно загадочный моб. Про него почти нет никакой информации. Мне кажется именно поэтому этот моб был выбран именно вами. Он победил набрав свыше двух тысяч голосов. Соответственно он появляется в этом видео. Если вам интересно, то прямо сейчас по ссылке в описании в нашем паблике во вконтакте вы можете найти еще одно голосование на следующего моба. Кстати, вы также можете проголосовать в подсказках на ютубе. Вдруг в голосование попал ваш любимый моб или тот про которого вы хотите узнать чуть больше. А пока победил Иллюзионист, с чем я его и поздравляю. Давайте начинать! Хей! Ты всегда хотел получить лицензию Майнкрафта? Ну увы у тебя не хватало денег. Это не проблема, ведь есть мой магазин аккаунтов nerkinshops.ru. Здесь вы найдете три типа Майнкрафта. Это стандартный, премиум и с полным доступом. Сейчас действуют скидки. После покупки ты сможешь играть на своих любимых лицензированных серверах. Так же у нас есть множество способов оплаты, в общем ссылочку найдете в описании. И не отказывай себе в удовольствии, ведь можно получить так много, отдав так мало. Начнем с того, что Иллюзионист относится к ряду так званых Иллиджеров. Иллиджеры это противоположность деревенским жителям. К сожалению у этого слова нету перевода. Разработчики Майнкрафта просто взяли и придумали его. Они взяли слово Виллиджер и убрали букву Ви. Вместо нее добавили приставку Илл. Получилось слово Иллиджер. Ил в переводе с английского плохой, дурной, больной. Так что можно это слово перевести как Неправильные жители. Но администратор сайта Майнкрафтмейн.ру называет их зловредами. За эту информацию спасибо так же ему. Он всегда меня выручает. К списку зловредов относятся также поборники Вызыватель. Они кстати участвуют в голосовании на следующего моба. Но все же давайте вернемся к Иллюзионисту. Давайте поговорим о его характеристиках. Иллюзионист имеет лицо деревенского жителя, но с серой текстурой. На голову надет капюшон. Сам же Иллюзионист одет в синюю мантию, что еще раз доказывает причастность к магии. Ведь все же волшебники носят мантии. Не так ли? Впервые свет увидел этого моба 20 апреля 2017 года. В снапшоте 17w16a. Это шестая предварительная сборка для версии 1.12. Это самый слабый моб из всех зловредов. При легком и нормальном уровне сложности его урон варьируется от 1 до 4 единиц. На секундочку это всего лишь 2 сердечка. На тяжелом уровне сложности атака увеличивается на 1 пункт и также варьируется от 1 до 5 единиц. Слабый. Очень слабый противник. Но в отличие от остальных зловредов Иллюзионист самый живучий. У него 32 единицы здоровья, это 16 сердечек жизни. Я вам даже больше скажу это самый живучий из всех агрессивных мобов. Не берем во внимание боссов, на то они и боссы, что у них много жизни. Так что если где-то опаздываешь, значит где-то преуспеваешь. Спаунится этот моб к большому сожалению только при помощи команды. Почему так мы постараемся выяснить чуть позже. Если вам удастся убить Иллюзиониста и побороть все его копии, то вы получите опыт в количестве 5 единиц. С шансом 8,5% вы сможете выбить из него лук, если же ваш меч зачарован на мародерство, то шанс увеличивается на 1% с каждым уровнем зачарования. Что же, не совсем стандартный моб, скажем так со своей особой изюминкой. Когда Иллюзионист становится невидимым, посредством заклинаний или другого метода, он создает 4 копии самого себя. Они появляются на близких расстояниях от невидимого Иллюзиониста. Копии ничем не отличаются от реально невидимого Иллюзиониста, они также смотрят в ту же самую сторону, что Иллюзионист и идут нога в ногу. Это приводит их к тому, что очень часто копии застревают в стенах, потолках и блоках. Скажем так, дубликаты используют анимацию стрельбы из лука, но только настоящий Иллюзионист попадает в вас стрелой и может получить урон. При первой атаке Иллюзионист получает заклинание слепоты, которое длится 20 секунд. К счастью, он не может использовать это заклинание повторно на одном и том же игроке, если только во время нападения он не отвлекся на другого игрока, а затем вернулся к изначальному врагу. Перед тем, как кинуть на вас эффект слепоты, Иллюзионист поднимает руки вверх и создает частицы дыма над головой. Это сигнал, что нужно срочно выйти из зоны поражения. Но если же ваш уровень сложности ниже нормального, этого не произойдет. После того, как эффект слепоты проходит, Иллюзионист накладывает на себя эффект невидимости, который длится 60 секунд и будет обновлять эффект всякий раз, когда время невидимости заканчивается. Когда реальный Иллюзионист поврежден, его копии все призываются к тому, где находится настоящий Иллюзионист, а затем быстро отбрасываются на новые позиции, сигнализируя попадание. Копии рассеиваются после завершения эффекта невидимости Иллюзиониста. К сожалению этого моба можно заспаунить только при помощи команды. Это большая проблема, довольно хороший и необычный моб должен таиться в строчках кода. Скорее всего связано это с тем, что у него много багов, которые не устранили до сих пор, ведь если зайти на багтрекер связанный с этим мобом, то там еще очень много ошибок о которых разработчики знают, но ничего с ними не делают. Иллюзионист очень скрытный моб, до конца не ясно почему его не выпустят в свет для всеобщего обозрения. Если это не происходит, то значит так было задумано самими разработчиками, нам остается только ждать новых версий с надеждой, что когда-то его все-таки официально добавят в Майнкрафт. Ну что же, на этом все, надеюсь вы узнали немного больше об этом мобе, не забывайте о том, что сейчас идет голосование на следующего моба, по ссылке в описании. Привет, меня зовут Неркин и помни, что мы открываем Майнкрафт по-новому, еще услышемся! Майнкрафт по-новому, еще услышимся! Майнкрафт по-новому, еще услышимся! Майнкрафт по-новому, еще услышимся! Майнкрафт по-новому, еще услышимся!